Аплодисменты 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 Ответить на вопрос, как жить дальше, на что обратить внимание в постановках конкретных высоких задач. Город, завод играли и всегда будут играть объединяющую роль в становлении и росте экономической мощи нашего Луковицкого района, который совсем в недалеком прошлом занимал лидирующие передовые позиции в темпах роста и объемов производства во всех отраслях Московской области, передовые позиции строительства и сдачи жилья. Более 30 тысяч квадратных метров в год, что составляло около 1 квадратного метра на каждого жителя. Прямо скажем, высочайший показатель. Успешная работа предприятий города позволяла построить и сдать 11 многоэтажных домов на селе, 16 высотных домов в городе, сдать современные объекты социальной направленности, что позволило Луковицам войти в ряд современных городов. Школа номер один, корпус центральной районной больницы, автовокзал, плавательный бассейн Дельфин со спортзала, детская поликлиника и болит, современный центр музыкальной школы Арфей, расширить благоустроительные полиции города и села, построить современные торговые центры, три дома культуры, три цепки, произвести ремонт домов и зданий. Для кого-то, для кого-то это уже известно, но и этим повторением я хочу сказать, что Луковицы обладают мощным и уникальным потенциалом, который сегодня спит, бездействует и востребован. Съедаются последние заделы, не заложен ни один объект социально значимого значения, ни один фундамент живого многоэтажного дома. Важнейшие заделы порастают бурьяном и рушатся. Как результат, профессиональный праздник с помощью пустозвонных громких рапортов, общих, ничего не значащих слов, заигрывающих в жимах, скрывается истинное незнание реальных дел и немощных организаций. Какие там штабы, какие задачи, какой там спрос, горит соседним пламенем. Если нет мыслей, нет планов, действий, значит нет дел. Бегая, сотрясая по кругу, звоним в пустоту. На строительных штабах в прошлом таких пустослов удаляли просто за дверь. Работать надо, не покладая руки, а не болтать, не покладая языка. Вот если строительство не терпит огульных оценок, здесь всегда конкретика по завершению объектов и сроки. За делами всегда уходят на воды вперед, думая о будущем покорении, проявляя усилия, волю, настойчивость и устремленность. Именно благодаря мощи авиационного комплекса город стал притягательным магнитом для лечения инвестиций всемирно известных фирм и крупных строительных компаний, освоенный капитал американского, финского, японского, ятайского, российского бизнеса. Я сегодня благодарен всем тем буховичанам, кто своим советом и непосредственным участием в реальных делах помогали по всех начинаниям. Это настоящие соратники и трудяги. Городу надо помнить всегда, без благосрочной программы сиюминутные решения преобладают над здравым смыслом и превращают работу в пустую суету. Четкая программа помогает аналитически продугадать фонд будущих ход событий. Без всего этого сегодня, да и во все времена, невозможен процесс созидания и движения вперед. Это азбука управляться. Именно город должен вернуть району динамизм, наступательность в решении больших задач. Именно город с его величайшим интеллектом, высочайшим интеллектом, должен вывести район, руководство района из-за торможенной спячки болотного самодека, сидящих на игре съедания за делом, полного бездействия, то ли по существу страшнее преступления. Видимо, не только Хрюша и Харкуша действительно поверили в то, что согласно календарю времени Майя будет конец света в декабре 2012 года. Но ничего подобного не произойдет. Просто планета Земля пойдет в новую фазу развития. Это означает только одно – работать и работать. Забыто главное правило жизни управленца. Воспитанные люди, порядочные люди не берут за деньгами себе в карман. Прежде всего, не бегут за работой, которая может дать жизнь новым финансовым потокам для развития территории. Прошло время и Сарчуков, церковно-приказской школы, выполняющих роль свадебных генералов, который с светлыми глазами, но со скучающим видом о своей невостребованности, немощи, потея опять на макушке головы, при каждом вопросе и не зная ответа, пересовывает его другим, оправдывает свою бездействие словом «кризис», хотя сами не экономически, не политически не способны дать ему определение. Внешней формы есть, внутреннего содержания, прямо скажем, нет – одни нули. Именно в кризисные годы были построены важнейшие объекты в городе социально-производственного назначения – школа, автовокзал, айболит, марс, жилье, население. Слово «кризис» – это есть флаг, скажем так, бездельников. В любом отрезке времени необходимо искать полезные зерна, изыскывать их. Именно в этом и состоит суть жизни управленца, его второе правило. Как известно, кризис сбивает спесь с монополистов, делает их более сговорчивыми в вопросах ценнообразования, с целью снижения цен, способствует созданию задела, особенно в отрасли строительства. Заодно исчезли присказки на уровне прожжения бездельников о том, что я ничего не могу делать, потому что, видимо, видите ли, нельзя командовать, приказывать поселениям. Они самостоятельны. Какой-то абсурд нездорового мышления, позорная мысль, оправдывающая лень. Это все равно, что губернатор сказал бы, я не управляю районами и городами, потому что они самостоятельны. Людей, руководителей объединяют творческие идеи, реальные большие дела, а не пустая болтовня. Людей объединяют четко поставленные задачи, когда напряжены до предела усилия физические и умственные, если они, конечно, есть. Предел мыслей подобных генералов – повторение избитых мелких тем – цветочки, листочки, пестики, лепесточки. Какой здесь пример молодому поколению управляются? Они так и думают, прорываясь во власть и приземаясь в кресле. Именно безинициативная позиция позволила районному руководству завалить напрочь тему строительства молодежных жилых комплексов в городе, где молодые семьи получали бесплатно землю для строительства своих домов. Более тысячи семей могли быть обеспечены жильем, жили, работой, рожай на благо района и личной жизнью. Расти город, расти поселение. Только треть семей прорвалась через барьеры бюрократии. Что же это за власть такая? Два-три дня безинициативных бездельника могут свалить тему реального обеспечения жильем молодых семей. Конечно, здесь и вопрос – а где же город? Почему молчим? Вся страна борется за повышение объема вдачи жилья. В луховицах сворачивается эта тема. Это что? Лень? Безделье? Немощь? Безинициативность? Или принцип жизни? В любом случае, это мощный букет негатива, который орицетворяет сегодняшнюю власть. Район всегда в силу своей интеллектуальной мощи был и должен быть застречником больших дел, ведущих за собой. Он должен идти навстречу ветрам трудностям и препятствиям, быть принципиальным оценщиком принятых решений и их выполнения. Сегодня район в силу слабейшего интеллектуального уровня, менталитета, не в состоянии, не сформировая, не быть ведущим инициатором больших дел и серьезных инвестиционных проектов. Естественно, чему уже научили их в прошлом, а сегодня вообще ничему не учат – делить только талоны. Сегодня такой вид деятельности, как вы знаете, отличный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дом Медика, как это уже было в районе Выдай ордера, а дома передай на обслуживание населению К сожалению, мертвая тишина Ни мыслей, ни идей, ни реальных дел Прошло время великих начальников Как они думают о себе Способны только пожирать, а не создавать Оседая в креслах безделия Благодаря системному грязному пиару Но историю великую науку обмануть Еще никому не удавалось Это наука карает Показушников, проходимцев Для которых история повторяется дважды Один раз в виде комедии Другой раз в виде трагедии Комедию мы уже пережили Когда наши соседи Дальновидные зарочане Переснули нам лидер В больших кавычках Представителя чести и совести За годы и сирки На этом кресле Опустил город в грязь Если не сказать Нехорошее слово Канализацию Если вспомнить Бывший автовокзал Приратив город Безжизненное пространство Не сдав ни одного Социально значимого объекта Ни жилья Ни автовокзала Рыбокозанной картой Как оказалось Позже просто пустой болтовнёй Его ежегодной Выбранной компанией Авиационный завод Сдавая дом за домом Проводя благоустройство города Прикрывал всю эту Бездеятельную рать Чести и совести Теперь идёт продолжение Разыгрывается трагедия Тот же пустой почерк Абсолютное нулевое положение В созидании Доедается последнее То, что положено Второй Великий начальник Где бы не появлялся Оставляется после себя Только пустыня Смелость на взятки И подачки И смелость На принимаемые Реальные дела И действия Во имя Благо людей Это разные Морально-нравственные И жизненно-этические позиции Не говоря Не говори, что делал А говори, что сделал Третье правило Жизни управляться Трудолюбие Упорство Мастерство Принципиальность Вот всяк Какое знамя Мы должны передать Следующему поколению Управляться Город Самок Подал селяна Очень многое Чтобы безразлично Наблюдать за тем Как хищническая Власть Рвачей Торопится Засыпать За грома Своих карманов Побольше того Что должно Принадлежать району Нынешним руководством района Переводом Собственность Инвесторов Земля Цельхозяйственных назначений Которая находилась ранее В арене У этого же инвестора То есть Временно была передана Для ее использования Пять лет прежнюю власть Для Михайлова Не подписывала документы На передачу земли Собственность И никогда бы не подписала В связи с тем Что инвестор Не выполнял своих обязательств По использованию земли Шел поиск другого инвестора И вот У нашей чести И совести Хватило недомыслия Эту землю передать И неважно Кто Подписал Или не подписал Из-за трусости Этот документ Власть Лично отвечает За действия Своих подчиненных Всем ясно и понятно Что безвозмездно Такие подарки Не делаются В районе четко Действовала система Продажи земли Только через бюджет Как дополнительный Источник дохода В районе Только И только Под застройку Новых заводов И производств Настоящий хозяин На чужой среде Строить завод Сами понимаете Не будет Сегодня же идет Бойкая торговля Подарленными Сельхозземлями Заодно Отваливаются Земли Тем Кто участвовал В этой афере В том числе И видит И под видом Зала Закрытые акционерные Общества Семейного Подряда Чтобы оберить себя Дуэт Вбросил Клевету По якобы Продаже земли Отделанным Сельхозхозяйством Прежней администрации Района Чувствуется Что честью И совестью Напомнен Огромный опыт В вопросах Приведы Обманом По безовласти Ситуация Сегодня В принципе В этом вопросе Проскат Здесь Потом Опять До макушки Головы Своих Зататых Дел Не сморешь Миллиарды Убытков От правосудия Землю Не зарубишь Как результат Прихозяйства Ранее Работавшие Стабильно Закончили Своё существование Городу Судками И штурмовало Этот объект К сожалению Все документы Подписаны Нашей честью И совестью Сегодня В собственности Этого объекта нет И мы напрасно Ждём Что этот объект Скоро появится Потому что Инвестору Этот объект Это все равно Собака Пятая Пятая Аплодисменты Аплодисменты Глава района Глава района Очень сложно Будет жить В районе Через год Через полтора Собственность Современных Собственность Современных Собственность Оформленные Современные Животноводческие Комплексы Подстроенные По государственной Программе По годному Финансированию На бригаду Жён Близких К управлению Или районной Администрации Исаенкова Куликова Первый зам Его жена Анисов Анисимов Это директор Его жена Скоро у нас появятся Новые кандидаты Сельскохозяйственных Наук Будем хлопать Будем кричать Ура Так еще не должно быть Когда по вине Двух-трех Издельников Буквально Пропадают Целые объекты Где люди Работали Днями И ночами Причем Порядочные Эти страницы Ежедневно Обрастают Реальными Фактами И цифрами И конечно Станут Достоянием Историй Нашего района Сегодня В целом Для движения Города вперед Есть все основания Во-первых Мощный трудовой И производственный Потенциал Во-вторых Совсем не кризисное Финансовое Обеспечение Города Третий Высокий интеллект Работников Социальных Отрастей Образования Здравоохранения Молодежной политики Главное Город Города Это конечно Завод Который Сегодня Переживает Время нового Третьего Технического Перевооружения Совершенствования Организации Производства Глубокого Изучения И внедрения Товарного Спроса На рынке Вооружения Заводчане И мы с вами Сегодня Можем гордиться Осуществлена Первая посадка На индийский Авианосец Истребителя МиГ-29 Многофункционального Самолета Поколения 4.2 Плюс Реконструкция Авианосца Адмирал Кузнецов Который Пройдет В течение 4-5 лет Предусматривает Поставку На его Борг Самолетов МиГ-29 Прорабатываются Супокутные Аналоги МиГ-29 Таким Образом РСКМИП Возвращается В высшую Лигу Боевой Авиации Перспектива Есть Работы Много Но это Наша жизнь Город Завод Остается И будут Опорой В решении Вопросов Инвестиционной Политики Работа По инвестициям В городе В районе Не исчерпана Она ждет Динамизма Если хотите Второго Дыхания К сожалению Районная Власть В вопросе Инвестиций Задохнулась В откровенном Бездене Начался Мертвый Сезон Райшики Вырежет Уверенность В том Что вновь Пришествие Руководство Завода Понимает Свою Чрезвычайную Ответственность Перед Нами Жителями Города И района И надеемся Что ответственность Будет проходить Не только через Чисто Производственные Показатели Что конечно Первично И самое главное Но и через Усилия В укреплении Социальной Политики Рост уровня Заработной Платы Работающих На заводе Строительства Жилья Активное Чистоте Помыслов Любви К своему краю Народу С которым Рядом Живем Подвиг Старшего Поколения Которое Стояло У истоков Создания И строительства Города Завода Зовет нас Всех Только вперед На баррикады Больших Дел Желаю вам Здоровья Успеха Удачи Динамизма В делах Высокого Психологического Настроя Оптимизма С праздником Дорогие Украинцы С праздником Дорогие Зарочи Товарищи Символом Города Луховиц Тело Было Одно Животное Что Его Отличает От Других Ну То Что Он Зуб Астерина Хорошо Трудолюбие Любовь И защита И Семейных Ценностей И Самое Главное Конечно Он Строитель Ну Естественно Очень Красиво Я так Прикидываю Скромно Похоже на Меня Это Товарищи Это Животный Называется Бобер Я думаю Скоро Появится Комната Музея Для Раскола Селения И у вас Будет Покадан Все Это Обязательно Самое Самое Главное Что Бобер И очень Долго Живет И Оказывается Очень Простым Моментом Он Ест Только Чистый Продукт Огур Называется Обузы АПЛОДИСМЕНТЫ Ты произошел от обезьяны. Что, так и сказала? Да, так и сказала. Ну все, поеду, убью. Кого? Белаячку? Нет, маму. АПЛОДИСМЕНТЫ Здоровья, счастья, успеха, работы, чтобы ее было очень много, как можно больше. И тогда все у нас будет хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ